За прошедшую неделю на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 124 происшествия. Из них 25 преступлений, 22 из которых раскрыты. Всего выявлено 305 административных правонарушений. Из них за распитие алкоголя в общественных местах и появление в них состояния алкогольного опьянения привлечено к ответственности 80 граждан. Изъято 7 единиц оружия. За неделю произошло 11 ДТП, зафиксировано одно с причинением вреда здоровью. На минувшей неделе на территории округа проводились мероприятия по противодействию контрабанде, незаконному обороту спирта, алкогольной и табачной продукции. Выявлено два правонарушения. Сотрудники полиции с начала летнего сезона проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Навигация-2016». Еженедельно по прибытию грузового судна в город Наринмар с транспортным средством и пассажирами сотрудники полиции осуществляют комплекс проверочных мероприятий. В ходе проверки грузовых и легковых машин инспектора ГИБДД проверяют наличие соответствующих документов, а также проводят сверку агрегатов транспортных средств. Кроме того, сторожи порядка контролируют соблюдение правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Мероприятия продлятся до окончания навигации. В течение прошлой недели выявлено два административных правонарушения. В дежурную часть продолжают поступать заявления о списании денежных средств с банковских карт. Так, в полицию обратилась женщина, у которой неизвестное лицо в неустановленном месте совершило хищение денежных средств с банковской карты в сумме 8 тысяч рублей. Как рассказывает заявительница, ей на мобильный телефон стали поступать смс-сообщения от мобильного банка. Сначала о состоянии баланса ее счета, затем пришло сообщение с кодом для подтверждения перевода денег. При этом женщина не запрашивала и не проводила никаких операций с картой. После чего с ее картой произошло списание денежных средств в сумме 8 тысяч рублей. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при поступлении уже первых смс-сообщений подобного рода незамедлительно связаться с оператором службы поддержки вашего банка. Номер телефона указан на оборотной стороне карты и заблокировать карточку. А также напоминаем жителям о том, что в сети интернет также орудуют мошенники. Будьте предельно внимательны и осторожны, приобретая товар у незнакомых людей посредством в сети интернет. Еще один вид кражи, участившейся в округе, это случаи хищения личного имущества из подъездов домов, лестничных площадок и дворовых территорий. Стражи порядка убедительно упросят граждан быть более внимательными и не оставлять детские коляски, велосипеды, скутера и другие личные вещи без присмотра. В дежурную часть окружной полиции продолжают поступать заявления от граждан о фактах незаконной реализации алкогольной продукции через социальную сеть «Друг вокруг». Если вы обладаете информацией о подобных фактах и о других нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции, вы можете сообщить об этом в УМВД России по НАО по абонентским номерам 4-51-31 или 4-69-60, а также 0-2 и телефон доверия 4-21-52. В летний период сотрудники полиции обращают внимание жителей и гостей округа о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности в лесу. Для нарушителей, пренебрегающих правилами пожарной безопасности, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Напоминаем, что в лесу запрещено бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленные или пропитанные бензином тряпки, оставлять бутылки или осколки стекла, разводить костры в местах сухой травы. При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщите в спасательную службу о данном факте. Продолжение следует...